Вот меня, Сергей, очень сильно беспокоит вот эта картина, потому что я за этой картой слежу. Вот я сейчас прошу режиссеров, можно даже на весь экран показать, чтобы наши зрители понимали, о чем речь. Вот я имею в виду как раз от района Тошковки, потом уже до населенного пункта Васильева. И здесь чуть ли не каждый день все больше и больше увеличивается вот эта черта. То есть понятное дело, что хотят в кольцо взять российские военные полностью вот эту область и уже полностью взять контроль над Лисичанском, над Золотаровкой и так далее, и так далее. Но в свою очередь, Сергей, расскажите, пожалуйста, вот эта артиллерия, о которой постоянно говорит и президент Зеленский с требованием получить от международных партнеров дальнобойную артиллерию, она вот в этой ситуации поможет изменить эту карту войны на пользу украинских военных? Да, безусловно. Да, безусловно, она поможет, потому что нужно понимать, что артиллерия, о которой мы просим, она позволит нам наносить удары противнику, находясь, в общем-то, в безопасности. На сегодняшний день ситуация какова. Противник, используя свои подавляющие преимущества в артиллерии, просто создает такой огневой вал, не давая возможности даже подойти близко к своим позициям, где мы можем использовать наши преимущества в противотанковом вооружении и в маневренных действиях небольшой групп пехоты. Но противник как бы пока не позволяет нам это делать, а с получением соответствующих артиллерийских систем, систем залпового огня, мы сможем наносить удары по противнику. Пусть это будет небольшое преимущество, но это будет преимущество в 500-1000 метров, которое позволит нашим бойцам находиться в безопасности, при этом уничтожая группировки противника, уничтожая его артиллерию, танки, склады боеприпасов, горючего, командные пункты.